Слайды сейчас представляют собой огромное количество людей и это достаточно крупная соревновательная дисциплина. То есть очень много соревнований, очень много людей, которые тренируются и большая слайдовая серия. То есть раньше ее не существовало и раньше слайды были только как хобби в роллерспорте. Но теперь это профессиональная дисциплина. Слайд сам по себе это способ остановиться. Ты разгоняешься и ты останавливаешься. Но это было изначально, то что было с самого начала, когда это было хобби, когда это не была дисциплина. То есть сейчас слайд это показать, ну это фристайл. То есть ты показываешь самый крутой уровень того, что ты можешь достигнуть контроллера над роликовыми коньками. Это не слалом там, где ты катишься, а слайды это ты скользишь. Нужно просчитывать очень много элементов. Как бы нужно знать, как ведет себя покрытие, как ведут себя колеса и какой угол подбирать. На чем выступать? На чем тренироваться? Есть у тебя какие-то фавориты в мире роликов, которые могут быть на твоих ногах обуты во время тренировки? Да, я очень долго, вот мой выбор остановился пока что на Себа Игорь. Я катаюсь на них очень долго. Я катаюсь на них с 2012 года, вот, и за все это время они меня не подводили. То есть контроль был на высоте и всегда они не ломались. Нет, еще раз, не ломались. Какими характеристиками должны обладать ролики для того, чтобы можно было на них слайдить? Они должны быть, скорее всего, жесткие и хорошо держать ногу. Они должны как держать, как голеностоп сверху, потому что это необходимо. И они должны держать стопу очень... Ну, стопа в любом случае должна фиксироваться максимально. А голеностоп, там есть фишка в том, что это либо свобода, либо это... То есть ролики должны совмещать и свободу, и поддержку. Свободу со стороны наклона вперед небольшую и поддержку невероятную со стороны боковой нагрузки, потому что слайды это боковая нагрузка. Вот. Наклоны нужны, чтобы легче было становиться на виллинговые вариации слайдов. И вот Себа и Игорь, наверное, совмещают все это. Также из того, что я могу сказать, хорошие ролики для слайдов. Сладить можно на всем, чем угодно. Это я сразу говорю. То есть если ты очень скилловый чувак, то ты сможешь слайдить на всем, чем угодно. Но комфорт и качество при этом будут страдать. Либо страдать, либо наоборот увеличиваться. То есть лучше ролики, лучше контроль, лучше слайды. Фавориты это про модели, скорее всего, из карбона или... Ну это в любом случае ролики с встроенным лайнером, потому что ролики, у которых лайнер вынимается, они уже вообще не подходят. Это не фристайл, это фитнес, ты обул и поехал, или прыгаешь со ступенек. Это вообще не то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому несъемный лайнер и, скорее всего, наличие карбона. Потому что карбон обладает очень хорошими характеристиками, наверное. Вот прекрасно держит ногу и сохраняет себя в любом случае. То есть для фристайла подходит идеально. Профессиональные ролики накладывают очень большое ограничение на твои ноги. И вот скорее всего, вот как было со мной, не Игори подстраивались под меня, а вот в первый момент и нога подстроилась под них. Мне повезло, это произошло практически безболезненно. То есть две недели я плакал, но потом слезы ушли и пришла радость от контроля и повышения скилла. До этого момента надо пострадать, конечно же. И каждый, кто катается на промоделях, прекрасно понимает меня. То есть ролики накладывают очень много ограничений в плане слез. То есть комфортное катание, о нем сразу же можно забыть на таких роликах. Это мы уже поняли. А скажи, пожалуйста, о колесах. Какой должен быть выбор в этом направлении? Какие они должны быть? Китайские, немецкие, американские? Какие сейчас лидеры на рынке? Как они передвинулись со старых времен? Когда это было все очень дорого и все на хайперах в основном слайдили, выступали. Колеса должны обладать высокой жесткостью и они должны обладать способностью не разваливаться. Они должны держать свою форму и они должны не рассыпаться на слайдах. О чем я говорю? Я говорю о том, что при скольжении стирается колесо. Это все знают и поэтому очень многие переживают то, что слайдить это очень дорого. Очень много колес уходит, слайды это зло, потому что стираются колеса. Нет. Если ты выбираешь правильное покрытие, то колеса могут прожить очень долго. Ну, если у тебя есть возможность выбирать правильное покрытие. О чем я говорю? Если слайдить на крупнозернистом асфальте, то это без вариантов. У тебя колеса идут за одну тренировку, ты будешь плакать, потратил там 100 баксов и... Ну, позор тебе, чувак. Если ты выбираешь правильное покрытие, если ты постараешься над усовершенствованием покрытия, которое у тебя имеется, если ты поищешь, если ты прокачаешь его, то ты можешь добиться того, что у тебя комплект будет уходить раз в полтора-два месяца при тренировках каждый день. Расскажи подробнее о фирмах колес, которые сейчас существуют, самые популярные и самые рентабельные. Существует очень много фирм-колес. Есть миллионы колес китайских, которые никто не знает, как они называются. Вот. У них есть как свои фавориты, так и нет. Есть колеса более прокаченных компаний, которые созданы для другого. Вот. Что мы имеем на деле? У нас есть Hyper, которые вроде как хороши для катания, но для слайдов они нет. Есть Meter, которые хороши для катания, для слайдов хороши, по-моему, Zafira, а остальные нет. У нас есть какая-нибудь Labeto, которая не хороша для слайдов. У нас есть Jira, которые не хороши для слайдов. Вообще никакие колеса. Колеса как бы местного такого производства, то есть на территории СНГ, которые не мировые, но при этом мы можем их купить. Такие как Rakil's Light Wheels, раньше были еще Freestyle Special, это, по-моему, РКшные колеса. Unity. Да, у нас еще в нашей стране существует Unity. Вот. У них есть как свои плюсы, так и свои недостатки. Плюсы, скорее всего, это цена. Вот. Относительно от всех остальных марок, которые не подходят вообще. То есть там Hyper, там Meter. Вот. Но у них есть свои недостатки также. Я помню, Freestyle Special очень быстро стирались и квадратились, но они были очень скользкие. Rakil's Light Wheels, это зависит от вариаций, которые вам удастся купить. Вот. Я последние модели не тестировал, но вроде как они не совсем отстойные. Они подходят, в принципе, и на них можно выдавать на соревнованиях крутой результат. Я это видел и как бы общался с людьми, которые на них катаются в данный момент. И они достигают крутых результатов. Есть такие колеса, как Unity. Это вот совсем лоу-кост. И для слайдов они не подходят, скорее всего. Расскажи все-таки, какие колеса твои любимые, на которых ты катаешься и которые доступны. А именно китайские колеса. Да, сейчас мой выбор пал, наверное, на 100% на китайские колеса. Сейчас я катаюсь на Roller Fun One Piece. Название, на самом деле, не имеет никакого значения. Есть очень много... Я не знаю, они, походу, просто делают на одном заводе любые колеса, которые им захотелось делать сегодня, или вчера, или завтра. То есть, сегодня мы делаем розовые колеса, завтра мы делаем зеленые колеса. Вот. Китайцы любят обманывать в плане жесткости. Ну, в общем, смотрите, если крутые фирмы пишут 85А, то они, скорее всего, окажутся 85А. Если китайцы пишут 84А, то это может быть и 82А, и 80А. То есть, они вообще могут не подходить, могут подходить. Есть крутые колеса. Есть колеса, которые они пишут 88А, и, скорее всего, у них есть такая жесткость. Вот Roller Fun One Piece, они именно такие. И там есть много аналогов. Называния я уже и не помню. Но, как бы, они все продаются обычно в куче. Если ты видишь 88А, то это колеса хорошие, скорее всего. Для слайдов они подойдут. И китайские колеса, они научились делать их такими, что они разваливаются в правильной последовательности. То есть, ты сладишь, они стираются правильно, и они, скорее всего, не квадратятся в зависимости от покрытия. Опять же, мы берем крупнозернический асфальт, и там любое колесо заквадратится за один слайд. Если мы берем бетон, если мы берем асфальт, в который втерли вазелин, тогда все работает очень хорошо. Про вазелин это шутка. Конечно же, парафин. Все мы знаем об этом. В Испании используются очень активные, там есть чемпионы. Но мы хотели бы узнать, где же купить эти китайские колеса, кто их сюда завозит. Конкретно в нашей стране есть много людей. Практически все интернет-магазинчики, которые вы можете найти ВКонтакте, группки, там они продают китайские колеса. Все завозят одинаковые колеса. Один человек протестировал, и колеса, которые заводятся к нам в страны наши, которые можно купить здесь, не заказывая их откуда-то очень далеко, они все хорошие, скорее всего. Потому что они протестированы, и ребята, которые завозят, им не выгодно завозить плохо. Они завозят то, что хорошо, и чтобы все покупали. Поэтому покупать, скорее всего, можно смело. Да, Черненко Илья, тебе вот респектуха, ты молодец, ты продаешь очень круто. Вот я знаю, что... Расскажу немножко про Черненко Илью. Он мой очень хороший друг. Он занимался слайдами очень много лет. И сейчас ввиду того, что уже пора не заниматься слайдами, он начал торговать колесами. И при этом понимает, что он продает, и продает очень крутые колеса. Колеса хорошие, но давай определимся, что такое квадраты. Насколько часто они появляются, и насколько это плохо. Квадраты – это такая зона, которая не соответствует, скажем так, кругу. То есть мы берем круглое колесо, и зона, которая слайдила в этот момент, она стирается. И она может стереться очень сильно, это зависит от длины, от покрытий. Вот. И она может стереться очень сильно, и вы получаете квадрат. Квадрат – это такое народное название. В итоге это получается на деле эта зона, которая очень сильно стерлась. То есть если у вас уже колесо не круглое, то оно начнет стираться в одном и том же месте. Либо в другом месте. И у вас получится несколько квадратов на колесе. Насколько это страшно? На нем ездить будет некомфортно, потому что оно будет стучать, оно уже не круглое, а на квадратных колесах, или взять, допустим, треугольное колесо, на нем будет не очень комфортно ездить. Оно не будет колесом. Расскажи про покрытие для слайдов. Мы уже услышали, что есть бетон, есть пластик, мы знаем об этом. Есть асфальт, и есть асфальт, который натерли парафином. Что же лучше, и что, если нет дрома, что лучше использовать? Да. Обычный асфальт очень быстро жрет колеса, и на нем тренироваться очень невыгодно. Суть тренировок в том, чтобы ты делал как можно больше слайдов за одну тренировку. Ты катаешься по кругу, ты слайдишь, ты слайдишь, ты слайдишь, катаешься. Чем больше попыток ты сделал, тем лучше в итоге у тебя будет выхлоп. Ты быстрее научишься. Если у тебя будет покрытие, которое будет сжать колеса, и которое будет очень цепкое, то ты не сможешь очень долго тренироваться, потому что у тебя либо закончатся колеса, то есть это получается очень дорого, и все будут плакать, что слайди-то очень дорого, стираются колеса. Вот поэтому я рекомендую для тренировок выбирать скользкое покрытие. Вы поймете, что такое слайды, скорее всего, вы поймете, что нужно делать, чтобы нога скользила. То есть там это очень просто, и вы поймете, что это не так сложно. Но проблема в том, что если вы выйдете на цепкое покрытие, то вы сдуетесь, скорее всего. Но это зависит от уровня, который вы приобрели на скользком покрытии. Поэтому нужно чередовать 10 тренировок будет на скользком покрытии и 2 тренировки на цепком покрытии. Вы можете не показывать максимальный уровень, который вы добились на скользком покрытии, но при этом вы будете понимать, что, ну, я знаю, как это, когда цепка. Есть асфальт, который не очень хорошо подходит, потому что он стирает колеса, и все плохо. Его можно очень сильно прокачать. Господа испанцы из Мадрида, они ничего не умели, им нужно было научиться быстро. Вот у них роллердромов особого, насколько я понимаю, нет, но погода позволяет им кататься на улице. Они натерли парафином, и стало скользко и круто. На скользком вот таком асфальте колеса стираются медленно. Вот они могут стираться, но они стираются гораздо медленнее. То есть мы уже можем делать больше слайдов, больше тренироваться. У них подобран асфальт хорошо, то есть он сам по себе не очень гладкий. Вот он немножко шершавый. И с комбинацией с скользким покрытием он дает небольшой контроль. То есть если мы натрем зеркальное покрытие зеркальным слоем парафина, то вообще это будет очень скользко и очень сложно будет учиться, потому что контроля не будет никакого. Все-таки давай от покрытия перейдем. Мы уже знаем, что есть бетон, есть натертый свечкой, он же парафин, асфальт. И есть пластик, который не очень пригодный, потому что, ну если это соревновательный ровный пластик, то он хорош. Если это пластик на дроме, который с дырочками, то он плохой, потому что руки отбиваются сильно, остаются всякие там рисунки на руках. Поговорим о рокеринге и длине рамы. Как это влияет на слайды? Существует такая фишка рокеринг, все это знают. Не все знают, что одно колесо, два колеса точнее. По краям они меньше, чем... Они меньше, чем два колеса внутри. Это дает подвижность большую ролика. Да, то есть это фристайловая фишка, которую вот начали делать в слаломе. Оно для слалома очень хорошо подходит. Но когда мы переходим на слайды, у нас немножко другая история. Во-первых, нам нужно разгоняться хорошо. Нам нужно выжимать максимальную скорость из себя на минимальной дистанции. Чем сильнее сцепление у вас с покрытием, тем больше скорости вы можете развить. Потому что вы должны бежать и если будет скользко, то вы и бежать не сможете. Вы будете подскальзываться. И чем больше сцепления, тем лучше. А сцепление в рокеринге, это штука такая себе. То есть я лично рекомендую кататься на всех одинаковых колесах. Расскажи о скорости изучения слайдов. Сколько потребуется времени для базовых и для высокого уровня катания соревновательного? Если вы человек, который начал тренироваться, у вас есть мысль, что вы хотите достичь больших результатов, то вы должны тренироваться 6 раз в неделю. 6 раз в неделю где-то. Если у вас очень много дел, то допустим 4 раза в неделю. То есть это либо каждый день, либо через день. И таким образом тот опыт, который был накоплен на каждой тренировке, он будет сохраняться и немножко по кусочкам продлеваться. Первые шаги очень тяжелые, потому что чаще всего вы вообще не понимаете, что происходит. И очень круто, если у вас есть люди, которые вам помогают. Это, допустим, преподаватели какие-то, которые вас учат. Или есть люди, у которых можно что-то спросить. А внутреннее понимание, что такое слайд, у вас очень медленно набирается. Поэтому нельзя делать большие перерывы, потому что те крупинки знаний, которые накопились за одну тренировку, они просто могут испариться. И вы можете год тренировать один слайд, и ничего не будет получаться. То есть он может быть средненький, и при этом вы понимаете, что вы потратили очень много времени. Поэтому если вы тренируетесь регулярно и достаточно усердно, и если у вас есть люди, которые могут вам помочь, то вы можете очень быстро достичь результатов. Базовый уровень слайдов можно полностью выучить где-то за месяц. Уверенно катать базу можно за месяц. Мы включаем туда все разновидности пауэрслайдов. Соул, эйсид. Если вы человек, который постарался, это будет кроссэйсид. Может быть какие-нибудь виллинговые солвиллинги. Есть, скажем так, люди, которые не очень натренированы. Для них это будет тяжело, потому что слайды требуют очень сильных ног. Очень сильных ног и спины, скорее всего. Расскажи, подробнее в этом моменте, сила ног. Для чего она нужна? Мало кто знает, что при слайде нужно напрягать ноги и держать их такими. Это правда? Да, если вы расслабите ножки, вы сможете делать некоторые слайды. Ну, если ты человек, который тренируется долго, и ты такой на лайтере разогнался, сделал кроссэйсид виллинг на 15 метров, ну, это не есть проблема для тебя. Потому что ты это делал очень много раз. И в этом слайде ноги прокачались уже на 100%, допустим. Во-первых, сильные ноги, но при этом во время слайда их нужно напрягать. То есть держать напряжение. Разумеется. В чем фишка слайда? Если ты желе, ты упадешь. Если ты желе, ты вылетишь из слайда. Если ты желе, то у тебя ничего не получится. Поэтому нужно становиться камешком. Ты начинаешь слайд, становишься, допустим, в той-то юнити. То есть самый главный момент не забояться и стать камнем. Конечно. Нужно становиться камнем. И камнем нужно становиться не только в ногах, но и спина. Желеподобным камнем, который сможет еще и балансировать. Да. И перейдем к базовой длине слайда. На начальных этапах все зависают где-то на 2 метрах. Какая длина слайда нормальная для начала? Есть несколько ступеней длины слайдов. Во-первых, вам нужно начать скользить в том слайде, который вам нужен. Допустим, я человек, который умеет делать сол. Но я учусь в параллели. И вот первая нога у меня уже умеет скользить, вторая нога еще скользить не умеет. И нужно добиться того, что у тебя нога начнет скользить. То есть, во-первых, нужно добиться хотя бы, не знаю, сантиметров 15. Когда ты это сделаешь, ты такой, ну я примерно понимаю. И тогда можно переходить на изучение на маленькой скорости. То есть длина в итоге будет выходить где-то от метра до полутора метров. И это нормально? Это, конечно же, нормально. То есть, лучше всего сразу не впихивать себя в голову то, что, черт подери, это мало. Надо делать 6 метров. Нет. Это для начала нужно привыкнуть к слайду. Нужно, опять же, чтобы ноги прокачались в правильном положении. Нужно понять, как держать корпус. Для этого всего нужно время. Лукофактор влияет на длину больше всего. Скорость и покрытие. А техника? Заваливание колес. Угол? Угол заваливания колес зависит от скорости, от правильности техники и от покрытия. Чем цепче покрытие, тем сильнее нужно заваливать. И чем оно скольже, тем можно слабее заваливать. Чтобы выступать в дисциплине слайда, какие навыки необходимы для того, чтобы начать тренироваться? Нужно кататься очень уверенно на своих ногах, вперед-назад. Нужно кататься на одной ноге, на каждой ноге вперед-назад. Очень уверенно, то есть разгоняться, поворачивать. Нужно кататься на ванвиллах, это очень важно. Вы должны контролировать себя на ванвиллах. И по-хорошему на двух ногах. То есть мы не говорим о сэвенах в две стороны или на вайперах. Но мы говорим о стабильных ванвиллах, то есть тренироваться на дорожечке с лоломистами это не есть позор. Вы тренируете ванвиллы. До определенного момента. До определенного момента, конечно, это не есть позор. Если вы катаетесь, можно играть в лесенке, то есть проехал два конуса, три, четыре, тренироваться таким образом. Чем выше контроль у вас над роликами, тем вероятнее всего, что вы сможете хорошо выступать в слайдах. То есть крутой лоломист, он может достаточно быстро научиться слайдить. Потому что он потратил очень много времени и контролирует он себя на максимальном уровне. Когда увеличивать скорость выполнения слайдов? Когда у вас проходит страх. Но при этом нужно понимать, что падение на тренировках это наши серые будни, скажем так. То есть чаще всего вы будете просто падать всегда. И тут есть момент, если вы падаете в правильную сторону, это может быть хорошо или плохо. То есть в правильную или неправильную сторону вы падаете. Например, если вы делаете юнити и учите юнити. Если вы падаете назад, это очень хорошо. Если вы падаете вперед, это неправильно. Система 10 из 10 слайдов. Существует она и как она практична в изучении слайдов? Что такое 10 из 10? Это когда вы берете слайд какой-то, мы возьмем хил-хил игл. И вы скилловый чувак, который тренируется для соревнований. Вы разгоняетесь и каждая ваша попытка заканчивается фулл стопом и более-менее адекватной длиной, которая вам необходима. То есть вы одна попытка, один слайд успех, две попытки, два слайда успех. И так доходит до 10. И тогда вы можете почувствовать уверенность в своих силах. На самом деле 10 из 10 это невероятный показатель в плане изучения. То есть когда вы человек, который учит только, это очень сложно. Когда вы уже тысячу раз сделали этот слайд, тысячи и десятки тысяч раз повторяли его, то это не проблема. То есть есть слайды, которые всегда будут получаться, есть слайды, которые будут получаться в зависимости от покрытия и так далее. Но 10 из 10 это очень круто. И я желаю всем стремиться к этому и делать все слайды на 100%. Ну а для новичков, примерно сколько, чтобы уверенность себе придать, сколько нужно слайдов из 10 делать? Чтобы поверить в себя, нужно делать один из 10. Один из 15. То есть воспоминания о том, что вы смогли это сделать, будут давать вам стремление к тому, чтобы повторить ваш результат. Растяжка в роликах. Перед каждой тренировкой я рекомендую, вот must have, вы должны растягиваться. Вы должны становиться в слайды, которых вы будете делать, вы должны разминать свою спину, ноги, руки. Потому что слайды это статическая динамическая нагрузка, скажем так. То есть вы разгоняетесь, вы бегаете. То есть вам нужно в один момент делать очень много упражнений сразу над своим телом. Вам нужно гнуть ноги, вам нужно их одновременно гнуть и одновременно очень сильно напрягать, чтобы вы не стали жалея и не рассыпались. Как и в любой тренировке любого спорта. Вы должны разогреться, вы должны растянуться. И тогда вы можете начинать тренировку. Это будет гораздо эффективнее, чем если вы на сухую надели ролик и побежали слайдить, и у вас выстрелило плечо. И вы такие, черт подери, болит плечо, и я не могу двигать этой рукой. А рука вам нужна, потому что вам нужно балансировать. Факторы решающие в карьере. Участвуйте в соревнованиях. Если у вас есть возможность, но вы понимаете или боитесь, что вашего уровня недостаточно, вы должны перешагнуть через свою гордость и участвовать в соревнованиях и проигрывать. Проигрыши – это очень большой стимул для побед. Много побед – это расслабляющий фактор для себя. Например, Дмитрий, подборный прыжка. Он уже ушел. Он уже ушел. Или я был хорош, я стал плох, я пытаюсь добиться результатов, но мне нужно перешагнуть через тысячи километров очень-очень больших количеств умений. Но ты катался с чемпионом мира, и ты можешь сказать о его минусах. У него они есть, в отличие от тебя. У нас есть наш постоянный чемпион мира, вот Хуанг Хайянг. Он у нас, он навсегда чемпион мира теперь. Я после общения с ним понял, что как работает китайская система тренировок. Они берут свою программу, это 5 или 6 слайдов, плюс там какие-то комбо. То есть мы возьмем вариацию 6 слайдов и тренируют эти 6 слайдов. Это скучно. И в козла они проигрывают. В козла они, разумеется, проиграют, ничего не умеют. Но вот они берут свои 6 слайдов и тренируют их на любом покрытии, на любой скорости. Они могут их сделать всегда. Я не могу сказать, что это минус. Для соревнований это плюс. Я сейчас стремлюсь к этому, тренирую тоже, выбрал себе программу и тренирую только их, эти слайды. Как стать чемпионом? Где родиться и каким прорайдером стать? Какой фирмы? Расскажи о судействе, как это работает. Нужно родиться в месте, где есть роллеры по-хорошему. Речь идет о политике фирм, которые устраивают соревнования. Необходимо родиться в месте, где очень крутые роллер-дромы. Необходиться и родиться в месте, где берут прорайдеров всех, кто крут. То есть Китай и Европа. Вы должны родиться в Китае или Европе, или может быть в России. В Москве. В Москве, да. И вот тогда у вас есть шанс стать прорайдером. Либо надо быть... И чемпионом соответствует. Потому что судейство на данный момент, к сожалению, лоббируется. Ну вот это такой спорный момент, Вячеслав. Нет, не всегда. В основном это да. Не всегда. Короче, ребята, чтобы побеждать на соревнованиях, чтобы быть чемпионом, нужно светиться. Нужно, чтобы судьи вас знали. То есть никто не пользуется правилами на 100%, но судьи могут использовать лазейки в них, а их очень много, для поднятия или опущения любого человека. То есть человек, которого они видят, они скорее всего предпочтут. Если уровень примерно одинаковый, они предпочтут человека, которого они знают. В этом проблема соревнований. Если уровень людей одинаковый, то решать, кто круче, очень тяжело. Я знаю по своему опыту судейство. Расскажи о том, какими должен характеристиками обладать человек, который слайдит. Мы знаем, что очень хорошие суставы должны быть, гибкие более-менее. И есть еще факторы. Нужно быть очень выносливым. Соревнования это очень тяжело как в физическом плане, так и в моральном. И ты должен быть очень выносливый ко всему этому. Ты должен быть способен пробежать очень много. Ты должен быть способен бегать подряд очень много дистанций. И выкладываться на максимум несколько раз подряд за 5 минут. Возьмем так. То есть в раундах ты должен быть очень крут. Ты должен быть очень устойчив к просмотру того, как твои соперники делают что-то крутое или не крутое. Ты должен быть способен холодно рассуждать и выбирать слайды, которые ты будешь делать. И выкладываться на максимум. Мы знаем, что одна твоя тренировка составляла 300 километров за день. Как это было? Это было примерно так. Ты становишься у одного бортика и бежишь до другого. И за день может получаться очень много попыток, когда ты бежишь в одну сторону. И таким образом ты набегаешь практически баснословные суммы километров. Тысячи и миллионы километров за день. Итак, что ты хотел сказать? Я хотел сказать одну штуку. Есть два типа слайдов для тренировок. Слайды, которые нужно учить, чтобы они получались. И слайды, которые учить не нужно. И это очень важно. Вы не будете тратить время на слайды, которые не нужно учить. И будете тратить время на слайды, которые нужно учить. Итак, с этим мы ознакомились. А теперь самая важная часть. Спасибо. Как раз была подводка к этой самой главной части видео. Какова же последовательность изучения слайдов? База. Крутые штуки. Крутые штуки, крутые штуки, крутые штуки. А теперь поподробнее. База это база. Это соулы, эйсиды, пауэрслайды, мэджики, параллели. Крутые штуки. Мы начинаем с крутых штук. Это обычно мы начинаем с понимания, что можно сказать вот так или вот так. Это юнити, это саваны, это кросс-параллели. Эти слайды являются базой в крутых штуках. Базой в очень крутых штуках являются обычные уфо-спешл, иглы и эйд-кроссы. Эйд-кроссы нет, это я загнул. Кросс-уфо, наверное, вот уфо, кросс-уфо, суициды обычные. Ну, суициды можно отнести к обычным крутым штукам, а к крутым-крутым штукам база являются обычные иглы, уфо-спешл, ковбои и всякое такое. То есть, достаточно простые вещи, которые можно делать на всех колесах. А теперь переходим к очень крутым штукам. То есть, в обычных крутых штуках, очень крутые штуки, это являются виллинговые комбинации. Так работает изучение слайдов. Вы учите базу и вы учите топовые конфигурации этой базы. Но, опять же, есть вещи, которые нужно учить, и есть вещи, которые учить не нужно. Не нужно учить Barrow, это бесполезный слайд, никогда его не учите. Он будет получаться сам по себе. Не нужно учиться всякие переходящие слайды типа Старо или Саяля. Они тоже никому никогда не нужны, и вы будете уметь их сами по себе. То есть, не тратьте на них время. Тратьте время на Toyota Unity. Бэкслайды очень важны. Очень важны виллинговые бэкслайды для комбо и для того, чтобы быть крутым. Отдышался? А мы пока что расскажем, где же можно оставить свои комментарии к этому видео. Можете оставить на YouTube под видео, которое... Да. На YouTube будет версия, которая рекламирует это видео. Или пишите нам на почту свои пожелания об обучающих видео слайдов. Да, то есть, о слайдах можно говорить практически вечно. И в одном таком видео оно может длиться часами. И я не за... То есть, нужно делать отдельные видео, которые будут сконцентрированы на чем-то отдельном. То есть, если вы хотите какой-то слайд выучить, пишите об этом. Обязательно мы рассмотрим ваше предложение и сделаем соответствующее видео. Ask.roller.sobaka.gmail.com Пишите. На этом все. Алависто, сеньорита.